Всем привет, с вами Слай и сегодня мы сыграем в Бэд Варс на сервере ctoxin.de на версии 1.8 и давайте же начнём. Ну а перед началом этого ролика я хотел бы вам посоветовать зайти и подписаться на канал Джонни Браско. На его канале вы сможете найти отличные видео по Скай Варсу, Бэд Варсу, Варфейс, Битве Зомби, Клэш оф Клэнс и Агарио. В общем его канал очень разнообразен, можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть, а мы переходим к ролику. Итак ребят, мы начинаем играть на карте Темпел, сейчас мы сразу собираем немного бронзы и идём на мидоу. Так, и сколько у нас материалов? 12, а нам необходимо 20 материалов для того, чтобы купить себе пол стека блоков. Всё, приобретаем их у нашего жителя и начинаем строиться. Собственно, сразу злутаем там железо и купим себе неплохой железный меч, который позволит нам разносить наших соперников просто в пух и прах, пока они не купят себе такой же. Ладно, собственно я уже на миду, к нам вроде никто не строится, это хорошо, потому что бывает такое, что я пока строюсь там, бедо, меня тут понемногу уже разрушают на своей базе. Ладно, мы зафармились и уходим. 130 материалов это вполне себе, начинаем бежать обратно на свою базу, мы играем за синюю команду, ребят. И это неплохо, ладно, собираем здесь немного материала и покупаем, как я уже говорил себе, неплохой меч. Он у нас будет топовый, мы его купили и теперь осталось накопить себе, наверное, ещё на кирочку. Так, ну и наверное купим ещё палочку на всякий случай, вдруг пригодится. И вдруг нам придётся кого-нибудь скинуть в бездну. Кто знает, кто знает, что произойдёт на этой карте. Собственно, ребят, поставьте лайк за то, что мы сегодня снимаем Бэд Варс, как вы его и просили в нашем голосовании, мы его снимаем. Собственно, голосование у нас проходит в группе и если голоса изменятся, тогда мы будем снимать что-нибудь другое. Ладно, я собираю материал, здесь у меня есть 160 материала, уже 182. К нам уже строится какой-то игрок, я сразу же, наверное, застрою нашу кровать на всякий случай, чтобы он его точно не сломал. Всё, застраиваемся. Тут у нас игрок застроился, наконец-таки мы его скидываем. Эй, что это было? Он просто залагал, он чисто ничего не делал, он... не знаю. Так, что у меня по пингу? По пингу. Пинг хороший? Отличненько. Играем сейчас на немецком сервере, так что пинг может быть очень даже плохим. Но, с другой стороны, у нас он вполне себе неплохо держится. Так, покупаем себе кирочку и покупаем себе также палочку на отдачу. После чего сейчас побежим к нашему соседу. Он наверняка ещё лутается и даже не подозревает о том, что мы сейчас тоже будем его ломать. Вот так мы его сломаем, в отличие от него, который он у нас сломал. Ладно, мы его сломали, у него есть палочка, он нас кинул. Ну, нам вообще просто без разницы насчёт его действий, потому что кровать-то у нас целая. Итак, так, побежит ли он к нам? А он к нам побежит, определённо побежит. Ему же необходимо нам отомстить. И делать ему больше нечего, потому что если он упадёт, то он упадёт навсегда. Ладно, так, у него есть меч. Ну, меч у него неплохой. Ладно, я не буду с ним спорить. Пока что буду лутаться, куплю себе палочку на дачу. Купил палочку, он к нам строится. Он строится, кстати, поверху. Какой молодец, а? Вот, я не знаю, мне стоит, наверное, купить блоков. Строится тоже наверх. И здесь его уже ждать. Всё, мы здесь, наверху. Он собирается строиться, по-моему, на дерево. Если он просто строится на дерево, то нам придётся его скинуть вот как-то вот так. Так, алло. Он шифтит. Вот, ребят, я не пойму, когда он шифтит, он пытается как-то не упасть, но в итоге он падает. Ладно. Я не пойму, почему на шифте игроки не отталкиваются. По идее, это не должно нам мешать их скидывать. Возможно, это какой-то баг, возможно, это фишка. Какая-нибудь плюшка от этого сервера. Либо это багаюз. Ладно. Всё. Собираем здесь материалы. Сейчас купим себе меч. Неплохой меч. И пойдём ломать нашего соседа справа. Видите, у него есть остров, там что-то есть. Даже кровать застроена. И, скорее всего, он ещё жив. Покупаем себе топовый меч, к нам никто не идёт. Идёт, игрок. Привет, привет, привет. Привет. Игрок с скином какого-то динозавра. У него мало стрел. Я просто уверен, что мало стрел. Он пытается нас застрелить. Но это у него не получится. Потому что у нас есть меч. И есть наш остров вместе со встроенной кроватью. Что же он будет делать? Понятно, что он будет делать. Он сразу к нам бежит. И мы его начинаем бить. Бьём его сильно. Всё. Он сейчас будет подходить, по идее. Мы бежим к себе на базу. Красных разрушили. Ребят, знаете, хорошо, что мы не играем за команду красных. Потому что иначе бы мы уже практически проиграли бы. Так, нам бы купить лук. Сколько стоит лук? Лук. Лук стоит 150. И ещё немного стрел для него. Всё, у нас есть лук. У нас есть меч. И вот так всё раскладываем. Теперь мы, наверное, купим себе ещё кирочку. Потому что нам придётся ломать вот эти вот блоки, которые он там поставил. И также стоит купить ещё немного еды. Всё, еды покупаем. Едим её сразу же. Так, где тот самый игрок? Я его не вижу. Этот лучник должен быть где-то рядом. Однако он куда-то ушёл. Так, надо 50 материалов. Мы сейчас его накопим. Быстренько накопили. И покупаем себе кирочку. Так, всё. Кирочку я себе купил. Бегу на мидо. У нас есть неплохие вещи. Попытаемся сейчас залутаться. И купить себе лук уже за 450 материала. И заодно неплохой нагрудник, который будет спасать нас от части попаданий. Так, наша база пока что неприкосновенна. Там никого нету. И мы идём ломать нашего соседа вот справа. Итак, по-моему, его здесь уже давно нет. Да, его кровать уже пуста. Зачем, место под его кроватью. Место около его кровати уже здесь расчищено. Ну и игрока здесь тоже нету. Ладно, осталось настроя. Играем мы за команду синих. Кстати, красный ещё жив. Как и бирюзовый. Ладно. Собираем здесь побольше материала. Всё. 450 уже. Нам хватает на топовый лук. Однако вот на стрелы нам ещё придётся подкопить. Так, покупаем себе лук. Лук будет топовый, как я уже говорил. Всё. Лук есть. К нам бежит игрок. И он нас пытается сломать, по-моему. Он не знает, что у нас топовый лук. И мы его забираем просто на изи. По идее, забрали. Отлично. Раньше его больше нету. Мы сломали. Его на медву. И сломали его при помощи нашего лука. Так, там есть игрок. Этот игрок сейчас попытается нас убить, наверное. Но он не знает, что у нас мало хп. Совершенно не знает. Вот мне кажется, мы сейчас его заберём. Притом заберём его легко. Всё. Забрали. Это был красный. И красных больше тоже нету. Как я понял, он просто ушёл с своей базы, потому что кровати-то у него не было. Ну и, естественно, смысла оставаться на ней тоже не было. Ладно. Сейчас мы соберём наши вещи, всю бронзу и купим себе побольше стрел. И после чего уже пойдём на миддл. Так, покупаем себе 42 стрелы. Всё, 42 стрел у нас есть. И давайте купим ещё немного. Просто по единичке вот так вот накупим. Да, фулл стека. 61 штука нам. Положилось в инвентарь. Бежим на миддл. На миддл у нас, скорее всего, никто не ждёт. И что-то мне подсказывает, что другие игроки, скорее всего, находятся вот на том острове. Или даже за ним. На том острове спавнится у нас золото. Я там ни разу ещё не был. Просто я сколько ни играл на данной карте, я ни разу туда не доходил. Всегда игра заканчивалась именно здесь. На нашей половине. Ладно. Собственно, ничего страшного в этом нет. В этой серии мы наверняка туда сходим. Сейчас я куплю себе нагрудник. И, возможно, эндер пёрл. А то и даже два. Ну и после чего мы туда сбегаем. И попытаемся убить всех игроков за этим островом. Так. Что же я могу купить? Я могу купить себе нагрудник. Но на него надо 300 материалов. Давайте пока купим шапку себе и штаны. И посмотрим цену на специальные ботинки. Так. Где они у нас? Давайте пока их поищем. Они, по идее, должны быть здесь. Я точно не знаю где. Потому что я давно не играл здесь. И здесь, по-моему, их нет. Я всё время думал, что здесь есть такие ботинки, которые у нас смягчают отталкивание. И помогают нам не падать. Но, видимо, их здесь нету. Окей. Тогда будем копить себе на эндер пёрл 400 материала. И потом сбегаем на миддл. Кстати. Нас осталось трое. Нас осталось трое. Осталось серое. И ещё бирюзовое. Собираем побольше материала. 400 уже есть. Однако у нас нет нагрудника. В связи с чем нам придётся сейчас сбегать к какому-нибудь жителю. И купить этот нагрудник. Так. 7 с половиной минут мы уже здесь играем. Почти 8. Всё. Уже 8 минут здесь играем. Так. Купаемся. Покупаемся нагрудник. И покупаем ботинки. Потому что других мы не нашли. Так же купимся побольше блоков. Всё. Купили. И наверное вот так всё разложим. По идее можно купить ещё каких-нибудь зельях. Чтобы играть гораздо проще. Ладно. Главное что мы уже закупились. Можно сбегать на миддл. Попытаться там взл... Попытаться там взлутать золото. Я не знаю. Я ни разу здесь не играл ребят. Я не знаю сколько его там. Я не знаю насколько это будет полезно для нас. Возможно мы там вообще сейчас умрём. И идём сейчас просто на страх и риск свой. Ну надеюсь мы всё-таки выиграем данную каточку. И я смогу её залить на ютуб. Итак. Мы на миду. Здесь должно быть золото. Однако вот где же оно. Я их и не вижу. Ребят. Если вы видите золото. Пожалуйста напишите сейчас в комментарии. Возможно я их вот снова не вижу. Как и различные вещи на скайварте. Но вот его здесь по-моему нету. Так. А наверху. Здесь нельзя... Вот. Вот здесь можно подняться. Я только что думал что здесь нельзя подняться. Даже блоками. А здесь оказывается есть вполне себе цивилизованная лестничка. Которая поможет нам. Золотать скорее всего. Золото. Yes. Мы его нашли. И здесь никто ещё по-моему не был. По 200 мы получаем с одного источника. Это круто. Ладно. Сейчас мы собираем тысячу. Тысячу насобрали. И можно будет построиться к себе на базу. Вроде мы прошли оттуда. Да. Тут у нас даже есть мост. Так. Какой прекрасный цветочек. Отлично. Ребят. Поставьте лайк за шейдер. Если ещё не поставили его. Ну и поставьте его второй раз. Если сможете. С другого например аккаунта. Ладно. У нас есть тысяча тридцать два материала. Мы сейчас купим себе побольше стрел. Купим себе эндер пёрл. И наверное немного зелек. Зельки мы купим скорости и силы. Если нам на них хватит материала. Так. Ну и также немного поедим. Потому что еды у нас осталось мало. Мы сейчас могли забыть поесть. И как-нибудь так остановиться где-нибудь на карте. Ладно. Покупаем зелье силы себе. Пятьсот материала. Скорости. И регенерации. Серьёзно. Нам хватает право на все зелья. Это круто. Это очень круто. Ребят. Три минуты. Три минуты. И... И 0.45. 45 секунд целых регена. Это круто. Очень круто. Мне это очень нравится. Покупаем себе побольше стрел. Всё. Стрелы купили. Стрел у нас много. Мы уже фул просто одеты. И... Мы не купили эндер пёрл. Ребят. Вот самое главное. Зачем я ходил на мидоу. Мы... Забыли эндер пёрл. Я ходил чисто за ним. Мне необходимо было залутаться. Ладно. Покупаем себе эндер пёрл. Эндер пёрл нам понадобится. Чтобы как-нибудь... Телепортироваться. Скажем. На каком-нибудь остров какому-нибудь игроку. Потому что не все игроки. Наверное. Всё-таки простроились на мидоу. На мидоу. И даже на свой центральный остров. Ладно. Сейчас мы побежим. Кстати. Зель надо положить вот сюда. Потому что я его только что заменил эндер пёрл. Бежим на мидоу. Ребят. И на мидоу. Мы сейчас уже будем телепортироваться на их половину. Ну. Либо просто построимся. Ладно. Удачки нам. Надеюсь. У нас сейчас не скинут. И мы вполне себе уничтожим всех остальных игроков. Всё. Бежим. Вау. Какие красивые шейдеры. Мне реально они очень нравятся. Ну. Ладно. Придётся нам всё-таки бежать к другим игрокам. Пьём все зелья, которые здесь есть. Кроме эргенерации. Эргенка она у нас не очень длительная. Поэтому мы её тратить пока что не будем. Кладём еды. Кладём себе блоки. И идём бить других игроков. Так. Там есть игроки. Мы сейчас будем скидывать одного из них. Ну же. Я не знаю. Я очень неметко с фуума стреляю. Совсем неметко. Там у нас есть игрок. Мы его начинаем стрелять. А скинем ли мы его? Их кстати двое было именно там. Так. У нас появилось объявление. Я сначала думал, что мы кого-то убили. Но нет. Никого не убили. Так. Там есть кровать. Видите? Ребят. По идее нам стоит её сломать. Так. Какая-то белая команда. То есть серая. Собственно этот серый игрок как раз таки там и находится. Мы сейчас пойдём его ломать. И самое главное. Чтобы нас сейчас не скинули в спину. Если нас скинут в спину. То всё. ГГ, ВП. Значит нам придётся снова лутаться. А лутаться здесь достаточно долго. Мы уже целых 10 минут как минимум здесь лутались. На свой прекрасный сет. Всё. Серых больше нет. Осталось лишь уничтожить игрока. Бежим на мидл. Начинаем здесь фармиться. Теперь мы играем на их половине. И уже по их правилам. Надеюсь пока что мы не умрём. И будем их понемногу уничтожать. Так. Какая команда у нас осталась? Осталась у нас по-моему... Стойте. Это же белая команда. Да? Надеюсь что это белая команда. Там у нас есть игрок. Этот игрок у нас ещё жив. Он у нас серый. Он у нас обронялся на этой белой команде. Которой с самого начала по-моему не было кстати. И обронялся видимо для вида. Чтобы показать своим... Другим игрокам и соперникам. Что типа это его база. Но на самом деле его базы там просто и близко не было. Всё. Мы его скидываем. И его больше нет. Осталось найти лишь игрока команды... Грау? Грей? Грау. Стойте. Стойте. А чё кровать мы сломали? Если кровать у него жива. Значит это его остров. Ребят. Я почему-то думал что всё-таки это не его остров. Но ладно. Мы сломали видимо белых. Так. Бежим сейчас на этот остров. Закупаем здесь себе эндер пёрл. Жители здесь у нас находятся. Отличненько. Сил у нас ещё есть на целую минуту. И бежим к нему. Сразу же кинем себе регенку на всякий случай. Я не знаю что может сделать с нами. Всё-таки игрок-то у нас с другой половиной. И может делать мне кажется многое. Кидаем эндер пёрл. Докидываем. И ломаем им кровать. Главное что я купил себе кирочку. Всё. Мы его сломали. ГГВП падает у нас серый. Всё. С вами был Слай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забудьте кликнуть свой лайк. И подписаться на канал. И оставить свой комментарий. Всем удачи. И всем пока. Кликайте в аннотации. И смотрите мои следующие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok